Не дать себе, то есть первое, можно из этой агрессии просто выйти в безопасное положение, в комфортное, можно, когда у вас уже забрали выйти из этого, можно не дать себя поставить, а можно вернуть эту агрессию человеку. Вот последнее тоже. Ну, то же самое и делаем, например, как бы я. Слома небезопасна просто. Вот видите, есть вектор, есть, ну, помедленнее, помедленнее, чтобы все было видно. Вот смотрите, у него есть вектор движения, куда меня заломать, например, забрать мне свободу. Вот, и теперь дальше, вот я могу сопротивляться, сходи за мной, или я это делаю? Заново. Вот, а теперь смотрите, я могу обратно вернуться, старайся не спешить, потому что я могу вопрос. Вот за мной, то есть старайся помедленнее. Вот смотрите, вот идем в движении, вот оно, да, он уже старается выстремить. Вот, смотрите, ну ты за мной. А я беру вот и обратно, и обратно, и обратно, и обратно. Давай, 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 быстро, давай, быстро. То есть, давай, что ведет? Да, получается, я обратно даю ему, видите, да? Ну, инициативу просто перехватываю. Да, 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 все верно. Вот, то есть, ну, я просто, ну, наверное, смысл понятен, да? Да, 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 спасибо. Смотри, то есть это одного типа упражнения. Да, 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 да. И кто еще? Да. Смотри, еще тоже такое упражнение, очень важное для группы, да? Смотри, то есть мы сейчас будем приседать. Просто смотри, вот мы с тобой вот так вот обнимаемся, да, то есть обнимаемся. Давай, давай, ну, так, и приседаем. Просто приседаем. Приседай. Удобно? Нет, ты не резко, ты медленно, все надо медленно делать. Удобно? Не очень. Теперь садись ты, чтобы удобно было. Видели? Я завалился, да? Почувствовал разницу? Ну, да. Понял, да? Давай еще раз прочувствуем, чтобы было. Смотри, сейчас я сажусь удобно, да? Не надо? А теперь ты садись удобно. Почувствовал? Да. Смотрите, это можно прочувствовать на теле, да, вот равносильный корчайник потрогать, да? Вот теперь, если я ему дальше буду объяснять, что, что бы мы вместе не делали, да, когда нам нужно сделать какое-то общее действие, то, что ему удобно, будет мне неудобно. А то, что кажется мне, лав, классная идея, мне это удобно, да, это будет 100% неудобно ему. И поэтому, зная вот это, мы можем выстраивать и договариваться, что если нам, когда кому удобно, под кого мы приседаем в этом случае. Понимаете? Но через такие упражнения на все действия, которые случаются между людьми, у нас есть упражнения, у нас целая система есть на внимание, да, на энергетику, на взаимодействие, да, на понимание другого человека. Все эти упражнения на уровне тела можно изучить буквально за несколько месяцев. А в жизни, да, на это тратится не сколько лет, но много. Вот, и поэтому вопрос на идейную поддержку, да. Каким образом? Это популяризировать. Да, это популяризировать и не просто так популяризировать, да, а вот есть площадка Семь Студент. Там идет речь об изменении отношений между старшим поколением, да, выпускниками и младшим поколением. И поэтому у нас есть технологии, которые позволяют и работать над собой студентам, да, и предлагать их в бизнес, да. Но, не важно, кто к нам придет, если у него есть ценность как семья, а таких большинство, да, они все наши клиенты. Потому что уж в семье, да, друг друга заламывают очень часто, да, так прям по-саму я не хочу, да. Именно там вот эта вот ценность, она наиболее, ну, она там, понимаете, вы каждый день с этим сталкиваетесь, да. И в этом плане умение уходить из трудных ситуаций, из тупиковых и понимать. И вопрос, и вопрос, идейная поддержка, как популяризировать подобного рода систему по отношениям на базе Семь Стрина. Вопрос понятен? Да. Идеи, политики. Ну, начать трудно заламывать, тот, кто потенциально это может купить. И за это его почувствовать. Тому и заламывать, и показывать им. Так, стоп, еще раз. Идея твоя? Ну, показывать тем, кто это, ну, микропрезентация. Бик-микропрезентация. Ну, я ругадочник, да, просто микропрезентация. Окей. Идеи? Ну, то есть, получается, если это Сип-стрин, то это распространение через студентов, они могут нести это знание дальше в свои семьи, да, как потенциальные потребители этой технологии, да. То есть, как раз на уровне семьи, что выйти через студентов. Хорошо, спасибо. Я бы, например, попробовал это все распространить на детдом, потому что там вообще, понимаете, в семье нет как такового. Попробуй показать ребятам малого возраста, им интересно будет это формат из Сип-стрин. Нет, можно, в принципе, сделать проект от Сип-стрин, я за. Хорошо? Да, да. Вот я, насколько понял, что основные потребители – это студенты и те, которые люди окончили вуз. Соответственно, если студенты, то можно просто договариваться с лекторами, которые проводят лекции. И когда у них проходит лекция, допустим, выделить пять минут на презентацию. На лекциях просто проводить эти презентации, когда люди сконцентрированы именно на обучении, они будут впитывать информацию. Не тогда, когда все куда-то бегут и всем пофиг на это, а именно в тот момент, когда они готовы впитывать информацию. Окей, спасибо, Ижаней. Также можно вообще в любой компании, в лице с этой идеей, в любой коллектив, поскольку все отношения, да, они также бывают в них такие заломы и прочие такие инструменты, как вот мы сейчас увидели. Все эти заломы, они потом отражаются на человеке, вот он ушел с работы, он пошел в семью, он также поехал домой, он там кого-то заломал. Ну где-то это где-то на ком-то выражается, правильно? Так же это выразится и на семье. То есть в любой коллективе надо учить, в любой коллективе, в любой коллективе надо учить, в первую очередь. Дружище, спасибо. Ей, можно еще кроме показанной проблемы показывать решение? Хоть чуть-чуть, как вы решаете проблему заломов. Хорошо. Короткий ролик с помощью Кирилла Кузьманова о том, как заломы, не архитектура, а заломов. Вообще-то... 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 Можно посадите на эту тему... На входе этих студентов заломаются. Вообще-то... 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 Приходи к нам. У людей уже на уровне тела сразу начинают возникать инсайты. Окей, хорошо. Еще чуть-чуть. Просто для студентов, я думаю, что какой-то ресурс не должен... Не обязательно же деньги, да? Какой-то ресурс нужен, чтобы возобновление было. Вот заломы где в студенческой жизни, допустим? Это сдача экзаменов и зачетов. Это постоянный залом. Преподаватель ломает руки. И просто там же не только телесные есть заломы, а всякие другие. И просто элементарные приемы, как преподаватель начинает ломать, а тут же студент хоп, вывернулся и сдал. Да, и... Спасибо. Еще идеи. Еще идеи. Ну что ж, время. 20 минут завершилось. Немного времени оставалось на идеенную поддержку. Что было ценой? Ну, во-первых... Ценно было то, что я все-таки собрался и сформулировал это в виде проекта. И то, что в принципе удалось за короткое время как-то донести информацию. Мне бы еще обратная связь. Насколько доступно мы изложили презентацию. Андрей, назови еще раз проект. Я его сформулирую. Еще раз просто проговори. Проект, деловая игра и обучение именно нейропринципам. Мирокоммуникации. Ну давайте еще одна минута, обратная связь. Обратная связь. Было ли понятно вообще в принципе целостность того проекта, который вел Андрей? А может голосует? Кому было понятно? Я, к сожалению, вышел, надеюсь, если он поэтому не упустил суть. Ну то есть кому было непонятно? Все тактичные. Ну потому что вышел. Еще одна небольшая идея, очень короткая. Короткая, давай. Организационная формула. Если у нас сипстрин получается, то можно как бы это все представить, например, в виде спецкурса. А это уже не просто реклама, реклама какая-то или что-то, какое-то сборище. Это спецкурс альтернативный. За него можно получить... А почему не масштабировать это? Сипстрин на базе любого института. Потому что в любом институте одни и те же вопросы у предельника. Вот это вот для меня, собственно говоря, и самое такое ценное. Вначале замотивировать сипстрин, чтобы он как паровоз пошел. Да. Это товар в автоматике. Вот смотрите, мы здесь внедрили, у нас получилось. Давайте мы и в вашем ГУТе так же сделаем. Для тех, кто освобожден из... Да, кстати, есть группа В, например, которые... Они нажмут всем руки, потом ломают. Ну, вообще-то меня цепляло тут почти все, да, и поэтому... Особенно. Это спецкурс, нейрокоммуникация, архитектура заломов и ролики... Так, 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 так... Так, презентация на лекции. С презентацией на лекции. Окей, давайте поддержим Андрея. И у нас последний капитан, последние 20 минут.